правительство пошло всем нам навстречу берег турецкий вновь открыла для всех нас и тут же мы отправились на встречу со средиземным морем солнца не боясь а чё бояться мы же все привыкли на средиземном море отдыхать поэтому будем здесь загорать и веселиться и вам докладывать тишь здесь на море или гладь доброе утречко уважаемые любители рок-музыки а сегодня у нас будет знаменательный день угадайте почему а потому что я вам сегодня вкратце расскажу о турции прекрасно понимаю что вы все это можете вычитать но я с другой стороны также прекрасно понимаю как я вам уже об этом не раз говорил что вам будет лень об этом читать поэтому я вкратце вам расскажу сегодня об этой замечательной стране вот такое вот предисловие к сегодняшнему деньку я обещал вам немножко рассказать про турцию понимаю что среди вас есть и историки обществоведы и географы все это есть в нашем многонациональном народе я знаю что у вас есть прекрасная возможность все это прочитать в википедии но я вкратце расскажу все таки все равно на крайний случай вкратце повторюсь потому что знаю наперед что большинство из вас не хочет не читать и писать ничего не вижу извините уж за такую мою проницательность потому что ездят в турцию миллионы наших людей но основная масса населения имеет очень такое слабое представление что это за страну поэтому я вкратце расскажу турция это государство расположена на самом западе азии она занимает турция полуостров малая азия полностью занимает 7 процентов территории турции расположен на этом полуостров но занимает часть кавказского армянского нагорья тоже и югом у нас соприкасается с ближним востоком атакует у нее это положение и за мраморным морем часть территории турции три процента территории находится в европе поэтому у нее очень ключевое геополитическом смысле снова положение потрясающее удобное и выгодное потому что она стоит на перекрестке детей из европы в азии с севера на юг запада на восток что окружает турцию какие страны окружают турции чтобы понимали насколько выгодно у нее местоположение если взять кавказ армянская нагоре то там грузия армения азербайджан на востоке иран юго-восток это ирак с юга сирии на средиземном море они еще захватили часть кипра поэтому не граничат с кипской республики европе они граничат с грецией немного небольшой кусок территории из болгарии на черном море через черное море они граничат с россией с украиной с румынией ну и с непризнанным миром абхазии но признанной россии вы понимали что это за потрясающе геополитическое положение именно поэтому там все время шла война за это место ключевое теперь по поводу мирового океана вы знаете что россия это страна семи морей и трех океанов но и турция расположена в этом месте ее омывают три моря это средиземное море потом часть средиземного моря называемые эгейским морем из севера и и омывает черное море ну еще у нее есть внутреннее море это море между проливом босфор и дарданеллы так что вот такое вот удобное географическое положение в том числе и морское положение поэтому здесь потрясающе развит на юге на эгейском и на средиземном море развит туризм потому что это самое теплое море черное море похолоднее и допустим стал местность где мы находимся это городок фетхи он как раз находится в промежутке между эгейским морем и средиземным но хотя гейское море это часть средиземного моря можно и так сказать кратко расскажу об истории да простят мне историки профессиональные я расскажу о том что я помню что я знаю насчет история курса начинается где-то с конца 10 века начала когда сюда пришли на этот кулот в малом азии завоеватели агузы агузы они пришли с касса с территории казахстана силы современного турклиния вот откуда они подошли эти агузы они начали заселять потихоньку с востока начали заселять и малую азию это было повторюсь более 1000 лет назад затем сюда пришли турки-сельджуки которые начали то же самое заселять все дальше продвигаться и в 1071 году они победили здесь византийцы вы же понимаете что малая азия она была под византией и уже в 1077 году вот это возникло государство сельджуков кония называлась она под вассальны вот этим племенам которые пришли оттуда с востока которая движение зарожденной еще чингис ханом сюда вот эти люди пришли и поэтому вот это государство кони она была под вассальными ильханом иранским вот этим вот монгольском и они находились до по сути дела до начала 14 века под вассальная территория племена и в 1299 году никто их предводитель осман гази поднял восстание и они восстали и победили сбросили вот это вассальное время и именно поэтому считается в 1299 году создание и основание османской империи потому что от имени этого человека происходило его звали осма и эта империя начала развиваться продвигаться все дальше ближе к европе по территории малой азии и заселять ее в 1453 году они захватили константинополь византийскую столицу и сделали ее своей столице если до этого первоначальной столице турция была бурца она и сейчас есть но это не столица то они захватили константинополь сделали его стамбул они сделали его своей столице сейчас 30 вы сами знаете анкара она в центре ближе центре сети турции османская империя просуществовала до 1923 года в 1923 году она распалась ввиду произошел в первой мировой войне и ее возглавил мустафа кемаль а то тюрки область которой возглавил восстание опять-таки освобождение от уже греческих там завоевателей и они основали республику мустафа кемаль которого турки называют ата тюрка то есть отец тура вот с тех пор с 1923 года возникла турецкая республика которая стала светским государством и которая существует до сих пор и которую первыми насколько я помню признала советская россия именно владимир ющенко но такой-то он был хитрый политик признал первым понимаете что турция большая страна здесь порядка 84 миллиона населения поэтому ясно что здесь развито все в том числе на пляжах здесь раздолье спортивное здесь всякие бананы всякие раскладушки на этом все везде туристы довольны стоят всякие катамараны каяки все есть водные велосипеды но это не спорт это физкультура а спорт здесь по-настоящему развит и самый популярный спорт это конечно же футбол турки очень любят футбол и такие команды их как галатасарай и фанат бахче известны на весь мир это прекрасная футбольная команда занимавшая много раз ведущие места европейских турнирах и уефа и в мировых турнирах так что вот такое вот здесь отношение к спорту и повторюсь первую очередь футбол теперь немного расскажу о музыке какая здесь музыка мы же не просто сюда приехали настоящая рокерская страна но основная конечно у них музыка это местная национальная и я сразу же назову вам всемирно известных исполнителей это конечно же в первую очередь тарка которого наши зрители знают потому что он делал коллаборации с филиппом киркоровым пел несколько песен вместе с ним потом здесь очень популярен мустафа сандал амар фарук теоман даже женщины хотя бы мусульманская страна здесь очень много популярных певиц это сезена кси сортап рнр шибнер фара нам дуэнер вот такие вот певицы но повторюсь это настоящий еще к тому же и рокерская страна потому что здесь немало рок-групп разных направлений фолк рок-групп с уклоном в местную национальную музыку и хэви-метал групп их традиционных хард-рок групп это такие группы как атена алмора манга гриппин рэд закум это то что я так навскидку вспоминаю поэтому это настоящая рокерская страна с очень разнообразными широким спектром различных музыкантов и певцов и мы вам споем здесь песню наслушавшись национальной турецкой музыки мы придумаем обязательно песенку на турецкие мотивы посвященную отдыху русских туристов вот здесь вкратце об административном делении турции но это унитарное государство но подчиняется единому центру как в принципе большинство государств мира поэтому она поделена на 81 провинцию они называются иль и в этих провинциях есть районы их 923 района называется ильче я так подозреваю что это иль происходит от того от иранского монгольского названия ильханы вассалами которыми они были поэтому и здесь иль мугла это такой небольшой городок мугла и районный центр ильче это фетхи и здесь 84 тысячи населения проживает политическое устройство турции это президентская республика до этого она была до семнадцатого года она была парламентской республикой но в семнадцатом году они проголосовали за изменения в конституции наделили президента большими полномочиями устранили должность премьер-министра и поэтому настала с семнадцатого года президентская республика которая воздавляет знаменитый всем для нас эрдоган дальше здесь однополатный парламент называется великое национальное собрание которое избирается 600 человек депутатов и избираются на 4 года в россии для сравнения на 5 лет дальше здесь президент избирается сроком на 5 лет у нас в россии на 6 и вот интересный тоже момент я думаю для многих то что здесь президента может стать человек старше сорока лет а у нас старше 35 лет у нас больше демократии молодежи у нас открыта дорога дальше порог партийный для избрания в парламент здесь порог партий 10 процентов нужно набрать голосов у нас 5 процентов порог избирать для похваждения парламент напомню что здесь проживает 84 миллиона человек в турции для сравнения в россии 146 миллионов густо населены районы северные почему-то черное море заселено густо мраморная и эгейская это густо населенные районы центр полуострова малая азия заселён не так плотно и не так плотно заселён юг который сейчас приобретает все больше и больше туристическое значение здесь в основном туристические от кластеры вот эти вот строят эти в готеле в котором находимся и мы значит по составу населения турки это основное население государство образующие их порядка 70 процентов или порядка 50 миллионов человек но в числе этого турецкого населения есть такие так называемая крипто армяне которых здесь считается до 10 миллионов кто таких крипто армяне это армяне которые по политическим мотивам или по другим каким-то соображением скрывают свою национальность они называют себя курдами турками кем угодно ассирийцами но не армянами значит курдов здесь тоже порядка десяти-двадцати процентов точных данных нет но это в районе 10 миллионов человек курдов они не просто так бьются здесь за свою независимость они занимают в основном вот эту восточную часть турции юго-восточную часть при прилегающей к сирии туда югу кираку здесь порядка трех миллионов азербайджанцев которые считаются родственны турком национальностью здесь опять-таки большое количество крымских татар их считается от полумиллиона и выше здесь находится как они здесь появились они появились здесь когда россия захватила утвердила себя на крымском полуострове они начали эмигрировать сюда в турцию и еще здесь большую часть населения представляют собой выходцы с кавказа различных национальностей и грузины и армяне и азербайджанцы и черкесы кто угодно но они турки всех выходцев с кавказа называют черкесами теперь по поводу того почему армяне уходят в крипто армяне скрывает свою национальность потому что начале двадцатого века турки как национальность они очень будем говорить так нетерпимых другим национальностям в начале двадцатого века когда разгорелась первая мировая война они устраивали резню кого они вырезали они вырезали армян знаменитый геноцид с 15 по 18 год они вырезали порядка двух миллионов армян это признано практически всеми странами мира но сами турки это не признают вкратце расскажу об экономике турции это на самом деле хоть многие думают о турки там забиты на самом деле это индустриально развитая страна и промышленность в ее в общем половом национальном продукте занимает 28 процентов какая здесь развита промышленность это металлообработка машиностроение автостроение не автомобили производят конечно же все мы знаем что здесь развита текстильная промышленность потому что половина товара у нас на всех рынках это турецкие товары половина китайских половина турецкий здесь конечно же выделка кожи развита кожевая промышленность пищевая промышленность само собой здесь благодатные места для производства сельхозпродукции развита также химическая промышленность судостроение пускай небольшие корабли они строят корабли и яхты строят металлургия развита фармацевтика развита здесь развита Это энергетика, потому что такое количество промышленности требует энергии. И они сотрудничают по поводу энергетики, в том числе и с Россией, с нашим Росэнергоатомом. Они сейчас строят атомную электростанцию Акуя. Ее строят наш Росэнергоатом, но на определенных условиях. Потом мы будем получать доход совместно. Дальше. Здесь, конечно же, развито сельское хозяйство. Оно занимает 15% в общем структуре ВВП. Стройка, как бы это ни было смешно, она развита здесь, хотя не занимает немного. 6%. Но многие русские предприниматели и заказчики знают. И заказывали, и приглашали турецких строителей для строительства объектов в России. Ну и основную массу всех услуг, всего ВВП, занимает услуги. И в первую очередь туризм. Это занимает у них порядка 50%. Поэтому, конечно же, на них очень сильно отразилось коронавирус. Потому что ударил в первую очередь по туризму. Они полтора года людей принимать не могли. Только недавно Россия открыла границы и разрешила опять туристам нашим ехать сюда. А сейчас здесь находятся туристы только турки сами. Потом дальше украинцы и русские. Больше никого нет. Поэтому немножко пустынно. И вот видите, нахожусь в таком эксклюзивном, будем говорить, бунгало, которое они предоставляют туристам. Вообще молодцы. Они, конечно, сфера услуг имеется в виду туризма. Развита у них прекрасно. И они придумали этот all-inclusive и ultra-all-inclusive. Все включено. Ни о чем думать не надо. Это они первыми изобрели. И сейчас это используют во всех странах мира. Во многих. В продолжении рассказа об иностранной стерилизации скажу, что Турция богата разными полезными ископаемыми. Здесь зафиксировано порядка ста полезных ископаемых. И основные запасы ртуки мировые находятся здесь. 25% всей ртуки. Перейду к финансовым показателям, которые наверняка тоже очень интересны. В ВВП Турции по состоянию на прошлый год было порядка 670-690 миллиардов долларов. Но это ни о чем не говорит, если мы не сравним с чем-то. Я сравню с Россией. В России за этот же год было 1 триллион 460 миллиардов долларов. Но ВВП на душу населения у нас практически равны. В Турции 8500 на человека, а у нас 10 тысяч на человека. Но, опять-таки, не все так хорошо у них, как есть. Почему? Потому что, если взять такие показатели, как внешний торговый баланс, то у них отрицательная сальда, внешний торговый баланс. У них 170 миллиардов составляет экспорт и 220 миллиардов импорт. В России для сравнения сальдо положительное плюс 90 миллиардов. У нас экспорт 330 миллиардов долларов, а импорт 240 миллиардов. Но, тем не менее, в этом внешний торговый баланс все думают, что очень большая доля России в экспорте, получаемой из Турции продукции. Но, на самом деле, это не так. Всего лишь 2% их в общем экспорте занимает Россия. А вот в импорте мы занимаем 6%. Поставляем им высокотехнологичную продукцию. Они нам в основном сельхозпродукции, текстиль. Мы же высокотехнологичную продукцию, включая ту самую атомную электростанцию. Опять, из не очень хороших показателей, в Турции очень большой внешний долг. Порядка 450 миллиардов долларов. В России для сравнения всего 60 миллиардов долларов. Я понимаю, что это технический показатель, но, тем не менее, это показатель говорит о многом. Они живут в долг все больше. Но, тем не менее, как бы это ни было, опять-таки смешно. Минимальная зарплата у них составляет 380 долларов. А у нас 175 долларов. То есть 12 800 рублей, грубо, по 21 год. Теперь, что бы я еще хотел бы отметить. Это, конечно же, армия. Турки воинственная нация. Эта история показывает. Они все время воевали за свою территорию, захватывали, оборонялись. Все делали, воевали. Поэтому армия у них традиционно развита. И у них самая большая армия в Европе. Пол миллиона человек. Для сравнения, в России миллион человек. Армия у них оснащена всеми видами вооружений. И авиацией, и танками, и артиллерией. Все у них есть. Вот. И что отрадно для нас, несмотря на то, что они члены НАТО с 1952 года. Они сейчас закупают наше вооружение. А именно противоракетные системы С-400. Чем вызвали очень большое недовольство американцев. На этом я свой краткий экскурс в историю Турции заканчиваю. И заканчиваю специально на армии. А почему? А потому что в следующий раз я хочу вам рассказать о том, какая воинственная нация турки. Сколько они воевали, с кем воевали. И благодаря какой войне закончила свое существование Османская империя. Так что ждите следующего рассказа. До скорой встречи, уважаемые любители рок-музыки. Истории вам без цензуры Расскажет рокер Валащу.